рада приветствовать вас на канале натали мастер с мой канал это мастер-классы по вязанию спицами и крючком много плейлистов проходите смотрите узоры модели каждый день почти выходит видео поэтому не забудьте обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик не забываем про мой второй канал с обзорами instagram и участвуем еженедельном розыгрыше пряжи все ссылки вы найдете в инфобоксе под этим видео посмотрите какой красивый с двух сторон тунисский узор крючком мы сегодня с вами будем вязать это вариация ракушечек узор плотный но в то же время эластичный как и любой почти полотно связано эту низким крючком она похожа на полотно вязаные спицами поэтому я так люблю его и будем обязательно продолжать с вами мастер-классы буду делать по вязанию тунисскому и скоро будет топ белоснежный топ тунисским крючком мне этот узор нравится безумно он практичный нежный очень действительно нарядный красивый и идеальный для кардигана для жакета непрозрачные что особенно ценно и в то же время не плотный обязательно попробуйте и вам понравится фактура которая получается у полотна вязаного именно таким приемом мы будем с вами использовать именно тунисский крючок но вы можете попробовать связать полотно и обычным крючком без ручки вам хватит на ширину шарфа палантина я буду использовать крючки adi система adi click подходит к такому набору adi click это мои любимые спицы и конечно же у меня полным-полно лесок и соответственно есть у меня целый набор крючков обязательно будем с вами вязать много тунисским крючком а уж лето тем более очень хорошее крепление мы самое любимое вот это защелкивающиеся не люблю я закручивать даже мои ненаглядные чагу ключик закручивания все это немножечко мне для меня я больше всего люблю на систему adi click просто обожаю посмотрите какие красивые крючочки пользуясь случаем показываю вам какие они золотые яркие на них нанесено номера информация и последние номера 78 вообще такие красивущие крючки они из пластика золотыми блесточками внутри люблю все блестящее поэтому для меня подходит а когда вы вяжете тунисским крючком обязательно берите пожалуйста крючочек побольше чем вы взяли бы обычно для пряжи тогда полотно получится более воздушным пластичным вам особенно будет приятно и понравится попробуйте разные размеры но как правило нужен побольше крючок видите ко всем подходит лески ко всем крючкам очень качественные классные я не люблю крючки ади обычные но тунисский мне очень нравится вот такой парадокс давайте поговорим про рапорт узора нам необходимо набрать количество петель кратное 6 плюс 1 петелька симметрии соответственно вы можете набрать 1225 и так далее сколько вам нужно для образца петель наберите 13 как я вам сейчас буду показывать и за несколько минут вы поймете волшебный принцип вязания вот таких чудесных ракушек и они получаются более нежные чем при вязании крючком я буду использовать любимые эджита пряжу итальянский хлопок напоминаю меня в магазине 100 рублей 50 грамм огромный выбор самого разного итальянского хлопка это хлопок не скрученный мерсеризованный очень красивые цвета все время заканчиваются одни цвета новые поставки поэтому обязательно в магазин пишите все появляется самые разные расцветки и посмотрите конечно же оставлю вам ссылку на обзор этой пряжи и так 13 петель я набрала и во вторую петлю от крючка я ввожу крючок потом третью четвертую и каждый раз вытягиваю петельку это обычное начало стандартная для тунисского вязания и на спицах у меня ой на спицах на крючке у меня остается 13 петелек и так все мы с вами сделали следующее действие первый ряд он также будет стандартный для тунисского вязания мы должны крючком подхватить нить и протянуть в первую петельку далее мы опять подхватываем нить протягиваем через 2 захватываем через 2 через 2 через 2 все время до конца мы так и идем то есть только первый раз мы одну петельку провязали и далее каждый раз через 2 это первый ряд вяжем до тех пор пока не останется две петельки на крючке вот 2 и мы их провязали первый ряд закончен второй ряд мы вяжем одну петельку подъема нам нужно связать половинку ракушки для этого мы верхнюю планочку маленькую петельку с накидом вытягиваем петлю и провязываем ее и накид еще раз накид вытягиваем петлю и провязываем второй раз через две таким образом мы с вами связали половину ракушки во втором ряду далее мы пропускаем два ребрышка и по третье захватывая еще 2 2 ребра посмотрите какие я подхватываю нить и вытягиваю петельку теперь я пропускаю еще две петли вертикальные а здесь я сделал ошибочку одну пропустила и опять под 3 нити я делаю накид вывязываю петлю с накидом и провязываю так нужно сделать пять раз пять раз я делаю накид вытягиваю петлю и провязываю получается веерок когда мы пять раз провязали я пропускаю снова две петельки внизу вертикальные и по три вытягиваю обычную тунисскую петлю пропускаю еще два ребрышка вертикальных и в последнюю петлю под две нити я с накидом 3 раза провязываю 3 провязанные петли таким образом получается половина ракушки а первая половинка у нас состояла из одной петли подъема и мы два раза с вами провязывали таким образом 1 и 2 ряды у нас готовы третий ряд такой же как первый мы сначала вытягиваем накид через одну петлю и продолжаем каждый раз через две очень приятный процесс подхватываем накид и протягиваем через 2 через 2 через 2 возвращаемся таким образом обратно третий ряд такой же как первый заканчиваем третий ряд остается у нас одна петля и теперь у меня будет два мотива я делаю петлю подъема и нахожу простую тунисскую петлю и как в рельефном столбике обычном крючке я прямо под нее завожу крючок с накидом и провязываю накид и петлю и так мне нужно сделать пять раз два накид вытягиваю 3 5 раз провязали пять раз далее в четвертом ряду мне нужно найти центральный вырезанный столбик ракушки и крючок мы вводим под три планочки смотрите внимательно раз два три вытягиваем нить все обычная тунисская петелька потом под нее будем ракушечку следующую вязать делаем накид и вытягиваем 1 накид провязали 2 как рельефный столбик 3 4 и 5 не представляю какая у этого узора может быть схема поэтому нужно все показывать именно видео далее мы просто вытягиваем обычную тунисскую петлю из последней петли из-под двух дужек возвращаемся 5 ряд 5 ряд точно такой же как 1 и как 3 каждый раз кроме того что мы первую петлю провязали мы через 2 пропускаем накид 5 ряд готов так красиво выходит у нас и нам снова нужно вязать половинки для этого мы по-другому вот такую маленькую дужку берем с накидом и провязываем как мы это с вами делали во втором ряду петля подъема 1 накид через 2 провязали и 2 половина ракушечки готова далее обычную тунисскую петлю мы с вами вытягиваем из середины мотива делаем накид и рельефно под такую простую петельку мы вывязываем опять 5 столбиков два три четыре четвертый столбик с одним накидом и 5 дальше опять и серединке под 3 петельки мы вытягиваем обычную тунисскую петельку делаем накид и в x-образную дужку петли мы вытягиваем и провязываем 3 столбика чтобы была половинка вот и все мы повторяем рапорт высоту 4 ряда и наш узор быстро быстро вырастает за что я люблю ту низкое вязание за то что это вязание очень быстрое даже быстрее чем вязание обычным крючком это очень здорово и конечно же когда мы возвращаемся обратными рядами это красивое окончание вязание посмотрите какой край нарядный получается и с изнанки и с лица просто прелесть попробуйте напишите как вам понравился этот эффектнейший узор действительно как часто тунисский крючок напоминает спицы поэтому просто восторг обожают у низкое вязание и кроме топа может быть еще что-либо мы с вами свяжем какой край необыкновенный мои дорогие завтра скорее всего выйдет видео с вашими письмами работами все что вы мне присылаете и также буду отвечать на ваши вопросы многочисленные и первый раз действительно развернуто накопилось очень много вопросов и я буду на них отвечать столько вы мне всего задаете поэтому будет видео интересное с вашими работами и с ответами моими не пропустите далее делюсь с вами планами далее окончание будет топом топа из пряжи с градиентом кекс cotton fine от айс надеюсь я смогу по фотографировать его и во всей красивом вам показать заключительная часть мастер-класса завтра послезавтра вас ждет далее топту низким крючком и так далее дальше уже не буду загадывать обещать но постепенно все буду выкладывать радовать вас обязательно будет купальник и будут шляпки панамки так как лето и действительно актуальные вещицы для отпуска для жары а на этом я с вами прощаюсь мои дорогие очень скоро мы с вами увидимся впереди много интересного